В общем, много путаницы, на самом деле. Конкретно мы в том видосе имели в виду только одну фазу. Всего их можно на три вида разделить. Есть, когда между двумя колонками фазовые эффекты и, допустим, если другую колонку в противофазе включить, то стерео размоется. Это первый вид фазы. То есть между каналами стерео. Первый вид. Второй вид. Между динамиками. То есть то, как сшиваются два динамика. В фазе или в противофазе 90 градусов, там 270. Здесь получается, что только она между динамиками. Это второй вид фазы. И третий вид фазы, который мы исследовали, это фаза между частотами. То есть если... То, что нам нужно. Да. И вопрос, слышим ли мы здесь что-то. Ну и в конце видео будет небольшой эксперимент. Внутри кроссовера нет устройства, которые по частотам делят, по динамикам. А это устройство вот здесь, оно внешнее. Вот цифровое устройство, DBX. Он получается от предусилителя, звук идет сюда, здесь делится по частотам, потом уходит по усилителям. И каждый динамик усиливается отдельно. У этого устройства можно кучу пресетов сделать разных. Допустим, частоты спада, срезы и все такое. Типа распределить частоты по разным динамикам. Да, да, да. И сейчас, короче, два пресета будем исследовать. То есть они по АЧХ одинаковые, но там что-то другое есть. Разное. Вот, надо это услышать. Компрессия используется для разных диапазонов? Нет. Просто нет. Ну там есть компрессор, но он, конечно же, не используется. Сейчас послушаем просто и просто свое мнение скажите. Вот и все с этой импульсной характеристикой это и возишься. Да. А что слушаете? А что хотите? Ваш мозон. Любой. Какой образом можно послушать. У тебя есть мозон? Конечно. Давай. Короче, сейчас я на камеру сначала покажу, что я включил. Вот, достаточно, посмотрите, все понятно. Ну я эти колонки вообще не слышал ни разу. То есть я сейчас буду слушать не совсем даже пресеты. Я даже, то есть если бы я знал, как эти колонки звучат, ну, с обнуленным, допустим, присядом, а потом... Сейчас абсолютно вот в твоем позиции вообще супер ровная АЧХ в твоей позиции. Вообще вот просто идеальная линия, ровная, абсолютно. Вот, прямо вот здесь. Вот здесь, прям крестик можно поместить, что вот здесь ровно. Давай, наслаждайся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас второй. Деточка, где, гляд, деточка? Я на скрани. Де? Можно на этой же песне переключить обратно, и ее еще раз послушать. Слышишь? Ну давай, давай, да. Ты хотя бы это помнил? Все звуки? Звучки. Конечно, каждый в моей голове навсегда... Теперь включила. Сейчас отключим. Ее тут уже глох. Реально. Да мне сам громко. Да, для тебя громко тоже. Первый просет мне больше нравится. Первый? Да. То есть тот, который сейчас включен. Да, 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 который сейчас включен. В нем низ присутствует. В нем меньше верха, чем во втором пресете. Да. Значительно. Ну вот именно в Brilliance этого, выше 8 кГц. Угу. Вот. То есть во втором пресете мне больше верх понравился. В первом больше плотности, больше вниз. Но и там, и там с фазой какие-то вообще дикие проблемы. Если все в фазе, то как бы низ он прямо проходит через тело. То есть в первом пресете это есть, и то оно как бы не совсем. Но оно частично присутствует. Во втором этого вообще нет. Ну в общем первое лучше, второе похуже, да? Да, второе похуже. Хорошо. В финальном. Во втором матчаха уровня, а в первом с фазой меньше проблем. Давай, афобуди место королевское. Что, все можно поменять? Да, можно поменять. Все, давай второй вариант слушаем. Мне все-таки первый больше нравится пресед. Первый пресед больше, да. Во втором как-то вначале мне казалось, прям бубнит. С средних частот. Частот, вот что-то такое. Потом вроде как привык. Но все равно первый ближе к оригиналу звука. Угу. Угу. Теперь давайте будем смотреть разницу. Был первый вариант для вас обоих. Одна клетка 5 децибел. Угу. Вот. А вот это вариант номер два. Вот это первый вариант. Вот это второй вариант. Вот это первый вариант. Вот это второй вариант. Угу. В чем отличие? Вот это степ-респонс. С рубочным децибелом на октаву. Да. То есть сначала приходят высокие, потом средние и потом совсем низкие по очереди приходят. То есть вам уже первый вариант понравился? Да. Второй вариант. Здесь все частоты примерно пришли в одно время. Резкий всплеск и потом вот. Это шелест был на октаву. Да. Размашиваясь, вот это все, вот это размашиваясь, это эхо комнаты. Да, эхо комнаты резонанса. Три это миллисекунды. То есть верха с низами на три миллисекунды получается. Да, да. Чуть-чуть. Вот. Вот это идеально должно быть, если не было физических явлений динамиков. Да. Вот ваша музыка должна быть вот такая. А на колонках приходит либо 6 дБ на октаву, либо 48 дБ на октаву. Да. Вот такие формы. Да, вот это 48. В принципе, это было слышно, как вы думаете? В плане низа, вверх и середину. То есть что они по-разному приходят, мне это не услышать. До 15 миллисекунд мы вот это вот дробление услышать не можем вообще никак. И, соответственно, вот этот опыт это подтверждает. И вот есть такой параметр, как групп дилей. Групп дилей показывает, по этой шкале идут частоты, а вот по вот этой шкале Y это время. И показывает то, как разные частоты переходят по времени. То есть какие частоты отстают от каких. И если посмотреть 6 дБ на октаву, то здесь все ровно. То есть вот график ровный. Вот этого подъема это бубнение комнаты. А если включить 48 дБ на октаву, то здесь видим, что чуть-чуть вот небольшой вот этот печок тоже какой-то косяк измерения. Чуть-чуть вот такой подъем, видишь? Видите? Буквально 5 миллисекунд. Да, вот оно. 4 миллисекунды, видишь? И вот здесь 5 миллисекунд. То есть совсем-совсем чуть-чуть вот низкие отстают от высоких. Мы просто пытались исследовать вот этот элемент и понять, возможно ли вообще услышать это. Если специально это слушать, то можно попробовать. Условность. То есть в реальной жизни такого невозможно. Но для того, чтобы нам вот этот эффект хоть как-то услышать, чувак сделал математическую модель и растянул. У нас колебания были вот столько, а здесь просто вот так идут, идут, идут колебания, колебания. И вот сначала высокие приходят, и потом постепенно средние, и потом низкие. Теперь слушаем. Вот это оригинал. А вот это... Слышно, что происходит? А тут оригинал. На каждой атаке вот это... Как будто этот... Свип-тон звучит. Да-да-да. На каждой атаке. Как это свип-тон получается такой... Да-да-да-да. Давай еще минус тысячи загрузи. Там обратный свип будет. Да-да-да, будет обратный, догадался. Вот по идее вот это надо было услышать. Возможно здесь и сейчас это услышать? Ну, на трех динамиках, во-первых. Ну, такую задержку нет. То есть ты уже все отдаешься. Если специально с микроскопом, по-моему, точнее со слуха... Ну, там слушать там этим... Да-да-да. Что угодно. Ты понимаешь, насколько это 3 миллисекунды? Это очень маленькое значение, да? Я знаю 3 миллисекунды, то есть сколько. Я могу услышать 3 миллисекунды. Мне кажется, здесь еще от атаки инструмента зависит. То есть если это барабан, допустим, резкая атака, то там будет вообще хорошо слышно. А если, допустим, это пианино, или там гитара, да, пэдовая, да, там уже вообще это... Даже, мне кажется, тысячу сэмплов будет нереально услышать. А вот это оригинал. Прикольно, да? Давай тогда сотку. Будет слышно? Сотку? Да, в этом файлбе еще есть. Сотку. Пробуем услышать сотку. Оригинал. Звучит оригинал. Вот чуть-чуть буквально этот хэтик. Чуть-чуть, да? Плавнее. Ну, совсем немножко. На форумах пишут, что колонки с ровной фазой звучат более масштабно. У тебя расширяется сцена, у тебя вырисовываются инструменты. Ты понимаешь? То есть вот что происходит на форумах. А что на самом деле происходит, вот мы вот это... Вот это вот на тысяче сэмплах только уже слышно. Очевидно. Да, тысяча сэмплах это все-таки 20 миллисекунд. Да. Я думаю, как правильно посчитаю. Ну, то есть 20 миллисекунд это ты хера. Конечно, 20 миллисекунд слышно. Там на твоем графике там 3 миллисекунды, да? Да. Но это по сути неуловимо для слуха. А ЧХ-то почему тогда отличалось? Там вот именно по верхам у второго значительно больше верхов. Давайте еще раз включу, ты еще раз послушаешь просто. У Артему, когда тоже слушал, я тоже услышал, что второй пересет, когда включили, верхов стало больше значительно. То есть, если эквалайзеры точно одинаковые там и там... Ну, я тебе АЧХ вот показывал в точке прослушивания. АЧХ во втором там больше верхов. Но просто неинтересно, почему так. Да. Вот это первый, а вот это второй. Да, высоких побольше, согласен. Зеленый, это первый вариант был. А вот красный, это второй вариант. Да, высоких больше. Ну вот, да, я сказал, что во второй, второй мне больше по верхам понравился, а с фазой по низам мне не понравился второй. Неужели я бы у меня что-то слышал от этих пики в районе 200 Гц? Ты сейчас сможешь корректировать? Аклетка 5 ДЦБ. Давай тогда шериф какой-то. Ну, это опять же все на глаз будет. В первом опять все размыто, то есть они как бы гудят, но их нету. То есть они как бы вокруг есть где-то. Хочешь сказать, что пресеты местами поменяли. То есть сначала... Да, сейчас пресеты местами поменяли. Да, я даже так думаю. Я еще и АЧХ выкупаю. Потому что верхних стало больше, там гиг добавили. Не, ну они разные по звуку-то, пресеты. Но все равно отличаются. Мне кажется, в том пресете, где... Подожди, а вот сейчас второй был. Там высокие ты добавил? Убавил. Убавил? Убавил? Казалось что-то. Ну, в смысле, второй трек он имеет в виду, да? Не второй пресет. А, второй трек, второй. Второй трек, второй пресет, да. Я просто посмотрел на iPad и ты... Ну вот сейчас... Он был прибавлен. ГАХ были прибавлены. Вот это второй пресет и вот высокие... Прибавлены. То есть ты на втором пресете, получается... На них и так были верха больше по АЧХ? Ё-моё, вот я дебил. Больше стал. Блин. Всё. Это мой косяк всегда. Кирилл, не обманю тебя. Вот что значит звукорежиссёр. Не, ну всё равно по низам-то я сказал, что там что... То есть... То есть это всё-таки был второй пресет, но ты на нём ещё больше верхового получается, да? Да, да. Да, да, да. Да, да, да. Да, в общем, всё идет сначала на анализ АЧХ, а потом уже всё... Ну да, но вот этой вот именно задержки... Не услышал вообще никакой, то есть... Блин, на самом деле это приятно, то что ты ловишь глюков. Да, это прям респект уважуха, а я тебе прям в лапу пошлю. Я бы такое не услышал. Да блин. Это 48, наверное. Это 6А. Почему я не угадал? Что случилось? Да, они очень похожи на сами, вообще одинаковые. Так, да, вот АЧХ подровнял и... Есть такое, что во, вокал вон там, звук вон там пошёл, этот сюда, а там переключил, звук сплющился в одну точку, что-то такое есть? Совсем разница нет. В форумах об этом... Расширение стиля базы там, я не знаю что-то. Не, ничего такого. Такого не заметил. Вот такие дела. Есть ощущение, что что-то опаздывает звук? Да нет, звук такой же. Что-то уже слышат аудиофилы, ты можешь что-то сказать. Что же они слышат, а? Ты ещё пока не встал, ещё маленький тест, вот эту бабу, и можно встретиться на эту бабу? Вот этого эффекта, который был даже на 100 миль секунд, конечно, нет. Только определён, наверное, пресет, если скажешь, на ком, чуть больше высоких только по этому признаку. Ага. Ну то есть вот эту... И ой вообще никак, ни в том, ни в другом случае. Не-не-не, вообще не слышно. И... Вот чуть-чуть погромче. То есть только АЧХ, вот сейчас ты говоришь, что это АЧХ просто? А что такое? А значительно больше слышно, то есть изменения в АЧХ. А что-то образ там, вокал был здесь, а потом вокал куда-то шёл, вверх, вниз, вообще нет такого эффекта. Вот только когда второй раз включил, там скрипка добавилась. Угу. Да, вот здесь вот потом скрипка пошла. Да. А так скрипки не было в треке. Более вовлечённо, национально, нет, всё одинаково. Конечно. Короче, всё, да. Всё, вот это можно запить. А теперь раскрытие главной тайны. Что же всё-таки аудиофилы слышат, да? И проблема в том, что никто не может провести чистый эксперимент. Что когда при абсолютно одинаковой АЧХ, меняется только фаза и больше ничего. То есть, как правило, когда ты фазу другую делаешь, на колонках автоматически как-нибудь там АЧХ чуть-чуть изменяется. Вот. И возможно, что дело тоже в характере АЧХ, что вот АЧХ искривилась и вот показалось, что хуже. Вот и всё. Вот в этом вся разница. Принесло что-то новое, вот именно вот этот урок, что сейчас один час провели? Я колонки новые услышал. Ты не знал, что такое фаза? А сейчас ты услышал, понял и... Да я и до этого знал, что фаза не влияет особо на восприятие звука. Может быть то, что она... А, ну вот то, что с файлообменника, кто эту математическую модель в фубаре сделал, это конечно неплохо, да, неплохо. Хотя бы узнать, то есть где её выслушивать надо, вот эту разницу. Да, да, да. Это прикольно. Экстремальные значения, это офигенно, то есть... Вообще да. Я знаю, что при сведении фазу, ну с ней тоже работает. Да, да. Прикольный эффект получается, если фазу инвертировать, звук как будто бы у тебя в голове играет. Ага. Вот это фаза между каналов получается. Ага. А здесь фаза между частотами. То есть это фаза в частотном спектре. А вот между каналов она заметна. Да, вот между каналов бинаурально её очень хорошо слышится. Да. Это же другой тип фазы получается. А вот тут? Собственно... Нифига. Ну сколько можно уже? Давай, хорош. Всё, Кирплин, мы уже всё поняли. Так я всё, я выключаю. Или не выключаю? Выключаю? Пошли кофе пить или чай. Пошли. 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 Пошли.